Не так давно мы рассказывали о внедорожном тюнинге, узнали как и для чего поклонники оффроуда прокачивают свои автомобили. Сегодня продолжим тему и поговорим о навигации. Навигаторы безусловно удобнее, мобильнее и информативнее печатных карт. К тому же возиться с этими складными бумажными плакатами уже как-то не модно. Поэтому оставим их для музея истории туризма или для разведения костра и присмотримся к современным средствам навигации. Фирм-производителей сейчас довольно много, как и разновидности навигационных приемников. Выбор той или иной модели зависит от того, для чего вам нужен навигатор. Начнем с простейшего – с навигаторов для города. Для города оптимальный вариант на сегодняшний день – GPS-приемники с предустановленной программой Navitel XXL. Эта программа позволяет управлять навигационным приемником и ребенку, и женщине, то есть максимально простой интерфейс. То есть вот эта программа Navitel, то что она позволяет? Мы, скажем, ищем по адресу. Город Челябинск. Академика Королева, 24. То есть то место, где мы сейчас находимся. Нажимаем «Идти на точку». Он нам прокладывает автоматический маршрут от того места, на котором была открыта карта, либо от места вашего положения. Здесь есть голосовые подсказки, которые подсказывают ехать влево, поворачивать влево, поворачивать вправо, круговое движение. Даже информация о радарах, которые установлены на трассе. Здесь очень большая база точек поинтов интересов. То есть это заправки, магазины, ателье, масса информации, театры, музеи. То есть все это есть здесь. В чем еще плюс вот этого программного обеспечения, установленного, либо приобретенного легально, вы примерно раз в два месяца получаете бесплатное обновление. Эти приемки вы можете использовать и для просмотра видеофильмов, как прибор «Свободные руки» в автомобиле. Ну и много других периферийных, но удобных функций. Для любителей активного отдыха, туристов или, например, охотников, созданы свои модели навигаторов. Они переносные, имеют пыли и влагозащиту. И работают как от обычных пальчиковых батареек, так и от аккумуляторов. У них удобные крупные кнопки, чтобы навигатором можно было легко пользоваться, например, в холодное время, не снимая перчаток. А некоторые навигационные приемники еще и плавать умеют. В чем плюсы 70-х приборов? Они имеют положительную плавучесть. То есть во время водного путешествия, если у вас прибор упал в воду, то вы его не потеряете, потому что он имеет положительную плавучесть, он будет на поверхности воды. Любой другой прибор, он утонет. Также при выборе навигатора стоит обратить внимание на то, записывает ли он в память пройденный путь, так называемый трек. Очень удобно в том случае, если вам нужно будет возвращаться обратно или в другой раз повторить этот путь. Также навигатор можно сделать из собственного ноутбука. Для этого тоже есть специальное техническое и программное обеспечение. Для того, чтобы использовать ноутбук в качестве навигационной системы, нам необходим подобный GPS-приемник, работающий по протоколу Bluetooth. Такой либо такой, масса существует вариантов. И программное обеспечение, навигационное программное обеспечение. Мы по протоколу связываем приемник с ноутбуком и видим себя на нормальной топографической карте, видим свое местоположение. То есть эта программа позволяет нам как планировать маршруты и затем следовать по запланированному маршруту, так и анализировать маршруты после поездки. Навигационных программ множество. В разнообразии их мы углубляться не будем, а становимся лучше на картах. Они бывают растровые, они же топографические и векторные. Векторные карты – это современные цифровые карты, многослойные. Они состоят из полигонов. И при масштабировании, скажем, при увеличении, укрупнении карты появляются новые объекты, новые полигоны. То есть чем больше вы увеличиваете масштаб, тем больше информации на них появляется. Но на топографической карте, надо отдать должное, есть вся необходимая топоинформация. То есть все топографические символы там присутствуют. И, соответственно, локально, если мы заезжаем в лес, я по топографической карте могу получить очень много информации для планирования своего перемещения. То есть я могу видеть, где болото, где есть просеки, где старые дороги, какой лес, какое расстояние между деревьями. То есть всю эту информацию я могу получать с топографической карты. Либо со спутникового снимка. То есть спутниковый снимок, он хорош чем? Он более свежий, чем топографическая карта. Поэтому при организации каких-либо внедорожных проектов мы используем несколько видов программного обеспечения. Кстати, как и кем создаются карты для GPS-навигаторов, можно почитать на сайте Авточел. Там на днях опубликовали интервью с Николаем Гусевым, который увлекается этой темой и в свободное от работы время создает карты Челябинска и городов области. Вот такое у Николая Гусева полезное хобби. А сейчас вернемся к навигаторам и посмотрим, как вся эта система работает. Как видите, в режиме реального времени программа отслеживает перемещение автомобиля и фиксирует пройденный путь. Вот я вам сейчас продемонстрировал, как работает система навигации с ноутбуком и программой ОЗИ. Мы сделали кругу микрорайона. На карте обозначен трек нашего пути. И видно, что мы пришли в ту же точку, откуда стартовали. Итак, какие навигаторы бывают, мы рассказали. Как работают, показали. Как пользоваться не научим, но где научат, подскажем. При нашем внедорожном центре существует внедорожная и навигационная школа. Мы проводим курсы по обучению людей GPS-навигации и по обучению внедорожной езде. В рамках этой школы вы можете получить комплексное представление о том, как правильно управлять внедорожником на бездорожье, как пользоваться оборудованием, как использовать GPS-приемники и другое программное обеспечение. В общем, пользуйтесь плодами научно-технического прогресса и смело путешествуйте в любых направлениях. А можете и дома на диване карты в навигаторе разглядывать. Хотя первый вариант, по-моему, интереснее.